Очень приятно быть вместе с вами. Надеюсь, вам тоже чуточку приятно. Значит, сегодня мне бы хотелось поразмышлять на такую тему. Вообще, есть две проповеди. У меня всегда есть две проповеди. Есть одна проповедь – суперэффективная молитва о том, как пополнить банковский счет и размышление о смерти. Какую? Какую выбираете сегодня? Банковский. Я знал, что будет банковский. Но вы поняли, что на самом деле размышление о смерти. Вы знаете, может быть, не самая приятная тема, может быть, не самая легкая. И сегодня, действительно, прошу прощения, у нас молодые люди сидят. И вы, надеюсь, что-то услышали для себя полезное. У меня есть страничка в Фейсбуке. Если вдруг кто-то что-то, в общем, не поймет, пожалуйста, не додумывайте, напишите мне, уточните, не обвиняйте сразу в ереси. Договорились? Я не начну проповедовать, пока вы не скажете «да, договорились». Размышления о смерти. Некий Грофф делает следующее утверждение. «Главная болезнь жизни – это страх. Как говорил Карл Юнг, у него не было ни одного пациента, старше сорока, корни проблемы которого не крылись бы в его страхе перед приближающейся смертью». Великий психолог, консультант Юнг такую дает оценку своей практике. Каждый человек, которым был уже за сорок, проблемы, которые мы обсуждали с ним, по сути, уходили своими корнями в страх перед смертью. Грофф продолжает. «Современная западноиндустриальная цивилизация вплоть до конца 60-х годов XX века демонстрировала практически полное равнодушие к разработке области смерти и умирания. Причем не только обычные люди, но и ученые, те специалисты, которым по роду их занятий следовало интересоваться вопросами данной области, врачи, психиатры, психологи, антропологи, философы, и теологи, даже они игнорировали этот вопрос. Единственным правдоподобным объяснением сложившейся ситуации может быть массовое отрицание смерти и психологическое подавление всего, что относится к данной теме». Вы когда-нибудь, листая каналы телевизора, натыкались на передачи, в котором люди обсуждали вопрос смерти, смертности, как с этим быть, в общем, какое-то влияние. Встречали? Вы знаете, если вы встречали, просто подойте ко мне после богослужения, скажите, что за канал. Если честно, я никогда. Единственный ролик в Фейсбуке, который видел, это был Абдулов, который с каким-то журналистом этот вопрос кое-как поднимали. В основном народ обсуждает все, что угодно, только неданность нашей жизни, а именно смертность. Политика, экономика, как белье стирать, как его вывешивать, как сайт организовать, какое блюдо приготовить, когда одни или другие гости. Короче, все, что угодно, только не одна тема, а именно вопрос смерти. Почему? Да потому что на самом деле человечество за всю свою историю, если говорить о светском мире, так и не придумало способ решить эту проблему. В средневековье алхимики пытались изобрести эликсир бессмертия и таким образом преодолеть проблему смертности. Все, кто читали Александра Дюма «Граф Калиостро», помнят этого алхимика, который просто всю жизнь, особенно она уже заканчивается, он просто в панике ищет, ищет недостающий ингредиент, философский камень и так далее, чтобы изобрести эликсир бессмертия. Ничего не вышло. Современные, не то что современные, но полвека еще назад, примерно середина 20-го столетия, витали в воздухе мысли, идеи о том, чтобы переместить мозг человека, пересадить в механическое тело. Почему человек умирает? Ну, стареет тело, суставы, нервная система, сосуды. Так давайте дадим ему механическое тело, и будет жить он вечно. Голова доктора Дойля. На самом деле глубокие философские идеи, 20-е столетие было ими охвачено. Почему? Это не просто полет фантазии. На самом деле человечество, каждый раз сталкиваясь с данностью смерти, пыталось найти решение этому вопросу. На современный век кто-то предложил, давайте удалим геном старости. Почему человек вообще стареет? Какой-то геном отвечает за то, что клетка не до конца там обновляется, или не все клетки обновляются. Давайте удалим гипотетический геном старости. Вот Тота предложила, давайте оцифруем мозг человека, перевести им в киберреальность. В виртуальное пространство. Ну вот он мозг, со всеми его данными. Давайте оцифруем его. Помните, как видеокассеты оцифровывали и в компьютер. Давайте оцифруем, поместим его в компьютер. Там стареть нечему. Ну, кого-то нужно будет оставить, чтобы серверы там обновляли, подкручивали гайки и так далее. Но даже такие безумные идеи, попытки преодолеть фактор смертности, звучали и продолжают звучать сегодня в этом мире. Киберпанк, если вы знакомы с такой культурой, которая и в искусстве имеет очень яркое проявление, на самом деле во многом упирается или позвучит идеи того, чтобы преодолеть смертность человека, переместив его в киберреальность как таковую. На самом деле, сколько человечество не пыталось найти решение этой проблемы, ничего оно не нашло, поэтому прибегнуло к самому эффективному способу ответить на этот вызов. Как вы думаете, какому? Давайте сделаем вид, что смерти не существует. Давайте сделаем вид, что проблемы с собой не существует. И многие люди сегодня, живя в этом мире, сталкиваясь со смертностью, фактом как таковым, по сути, постоянно. Я не встречал ни одного города, где не было бы кладбища. Яркого, недвусмысленно свидетельства, что смертность – это данность, это часть нашей жизни. Мы с этим, хотим мы того или нет, мы с этим соприкасаемся. Давайте сделаем вид, что смерти не существует. Вы знаете, можно предположить или сделать заявление, что размышления о смерти чужды христианскому мировоззрению. Тоже нам тут приехал брат Павел с Киева. Да как он посмел сегодня в церкви святой говорить о смерти? Бог есть жизнь, а значит смерть – это антиатрибут Бога. Значит, не имеет ничего общего с Богом. На самом деле, если мы вникнем даже в новозаветные тексты священного Писания, то мы увидим, что сама ментальность, само осознание того, что ни один человек жить вечно в этом мире не будет, очень близкий и очень плотно присущий самому библейскому мышлению. Вспомним притчу о богатом безумце. Луки 12 глава, 16-21 стихи мы прочитаем. Это притча о богатом человеке, который собрал великий урожай и решил свою инфраструктуру несколько увеличить. Луки 12 глава, 16 стихи далее мы читаем. «И сказал им притчу, у одного богатого человека был хороший урожай в поле. И он рассуждал сам с собой, что мне делать, некуда мне собрать плодов моих. И сказал, вот что сделаю, сломаю житницы мои и построю больше, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое. «И скажу душе моей, душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись. Но Бог сказал ему, безумный, в сию ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил? Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет». Вы знаете, суть притчи как раз таки выражена в последних стихах. Это как бы прилепляться к истинному богатству. Но стоит обратить внимание на интересное высказывание. Почему Бог, или Библия называет богатого человека безумцем? Вы когда-нибудь встречали безумного человека, который мог бы сколотить себе неплохое состояние? Ну, глупый человек, извилин не хватает, интеллектом его не повезло в жизни. Вы встречали глупого человека, безумного человека, глупца, который бы смог себе заработать неплохое количество денег? В лотерее, ну, как исключение, почему он это не заработал, это вспыхнуло, так же и погасло. Я не встречал серьезных бизнесменов, чтобы, ну, так сказать, бог их обделил разумом, как таковым, интеллектом. Это умные люди, они понимают, как работает система. Я никогда в бизнес даже частично ногой не хотел даже попасть, потому что я не понимаю, как работает система. Я догадываюсь в целом, но это такая сфера, в которую нужно вникать, нужно понимать, нужно все детали учитывать, это серьезный труд. Человек зарабатывает серьезное состояние, так что его житницы не вмещают полученного дохода. Это серьезный показатель, можно было в ладоши похлопать сказать, молодец, мужик, заработал. Но Библия называет его безумец, по какой причине? Очень простой. Он читает, что его жизнь будет длиться постоянно. Он не глупый человек интеллектуально, но он живет в иллюзии того, что эта жизнь будет длиться постоянно. Одна из величайших иллюзий современности, которая возгревает современная культура, средства массовой информации и так далее, давайте сделаем вид, что смерти не существует. Если бы нам сегодня раздать анкеты всем, и стоит вопрос, будешь ли ты жить вечно в этом мире? Варианты да, нет. Никто бы не ответил да. Все бы отметили, ну конечно, я вечно жить в этом мире не буду. Галочка над... Опции нет. Однако, если бы мы всю нашу жизнь, так сказать, данные, во что мы себя вкладываем, о чем думаем, о чем размышляем, по каким вопросам переживаем, чему радуемся и так далее, и так далее, заложили бы в компьютер, чтобы он дал нам оценку, знаете, тоже в середине 20-го столетия прогнозированиями и анализом было очень охвачено, то скорее всего компьютер выдал бы нам вердикт, анализ бы провел. Человек считает, что он будет жить постоянно. Исходя из того, как он живет уже сейчас, он думает, что эта жизнь никогда не закончена, будет постоянно, завтра будет, будет и послезавтра, и будет и дальше, и никогда, никогда это не закончится. И, к сожалению, данная иллюзия охватывает не только свет к мир, но и христианский. Многие христиане на галочке или на бумаге осознают, что да, есть смерть, есть жизнь вечная, но живут так, как будто этой жизни вечной нет. На самом деле, в конце, я сделаю обязательно вывод еще раз, подытожу, что на самом деле размышления о смерти, они подталкивают нас оценить жизнь по достоинству, они помогают нам, по сути, размышления о смерти, это размышления о жизни вечной. Но иногда нам нужно ввести контраст, чтобы отличить одно от другого, и как бы оно нас могло немножко взбодрить, придать здравости, что ли. Поэтому пока размышления о смерти. Многие люди сегодня живут так, как будто жизни вечной нету, как будто их жизнь здесь будет продолжаться постоянно. И это не самая приятная данность. Слышали ли вы такое понятие в богословии, как эсхатология? Значит, давайте на 3-4 все вместе повторим слово эсхатология. Готовы? Я знаю, что есть панический страх перед такой сложной терминологией. Значит, 3-4. Эсхатология. Вот теперь вижу, что я нашел благоволение в очах ваших. Что такое эсхатология? Термин, может быть, звучит странно, но на самом деле это учение о последних днях. Вы слышали, сталкивались с учением о последних днях. Никогда не сталкивались? Но догадывайтесь, наверное, что это такое. Значит, многие, размышляя над учением о последних днях, как об этом говорит Библия, задаются вопросами, что нас там ждет в будущем. Где какая сверхдержава, кого будет атаковать? Какие ядерные ракеты полетят на какой континент? Какой толщины стенки бункера нужно строить? И где эти зомби, пораженные вирусом, которые разрабатывают сегодня военные? Ну, фильмы же смотрели все. Вот выйдут, и смерть будет бежать от них. Читали книгу Откровения? Захотят умереть, но смерть будет бежать от них. Помните строчку? Это же зомби, вы же понимаете, о чем идет речь. И у многих людей, вот христиан, касаясь вопроса учения о последних днях, это шутка была, так на всякий случай. Вдруг, вдруг. У многих людей учение о последних днях сводится к тому, что же там будет там в конце времен, и о том, что нас ожидает. Если же вникать в библейский текст, новозаветный библейский текст непосредственно, то эсхатология на самом деле это не столько самостоятельная область, сколько канва всего христианского вероучения. Сестры, объясните братьям, пожалуйста, что такое канва. Поднимайте руку и озвучьте, что такое канва. Вот я знаю, что вы знаете, что такое канва. Расскажите. Ну, вышиваю ли ты крестиком? Ну, расскажите, что такое канва. Это материал, на котором вышивается узор, рисунок, крестиком. Моя супруга любит, не то, что любит, любила раньше вышивать крестиком, классные мне закладочки сделала в Библии и так далее. Канва – это ткань, на которой вышивают крестиком. Какую роль выполняет канва в данном случае, вот в этом узоре? Она, по сути, если ее нету, крестиком, узору, не на чем держаться. Сама канва по себе никакой погоды не делает. Ну, ткань и ткань себе белая. Но благодаря ей все эти крестики, все эти ниточки, узоры и так далее, они держатся. Благодаря канве они имеют, так сказать, место. Так вот, это очень хорошая аналогия к тому, какую роль эсхатология вообще играет в христианской жизни. Эсхатология – это там ментальность всего христианского богословия, без которой все христианское богословие или вероучение, оно теряет какой бы то ни было смысл. Речь о учении о последних днях в Библии сводится даже не столько к тому, что нас ждет там, сколько к тому, как нам жить здесь сегодня, учитывая, что однажды в этот мир перейдет жизнь вечная. Новое качество бытия. Перед лицом будущей, грядущей реальности, как нам жить уже сегодня, чтобы эта жизнь была угодна Богу, была угодна Царству Божию и так далее. Это важная ментальность, аромат или дух библейского мышления, без которого христианское богословие потеряло бы свою в целом жизненную силу. Несколько примеров. Помните, однажды к Иисусу пришел богатый юноша, сказал, какая там заповедь мне, какую исполнять и так далее, и так далее. Иисус озвучил ему эти заповеди. Юноша на что спросил, что мне еще сделать, чего мне не достает. И вот Матфея 19 глава, с 20 стиха мы читаем. Юноша говорит ему, все это я сохранил от юности моей, чего еще не достает мне. Матфея 19 глава, 20 стих и далее. Иисус сказал ему, если хочешь быть совершенным, пойди продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. Приходи и следуй за мной. Мы внутренне соглашаемся с этим призывом Иисуса, правда? Ну, продать имение, безусловно, а как же иначе? Давайте из этой истории уберем ментальность жизни вечной. Вот почитаем ее на манер того, что как будто есть только эта жизнь и больше ничего. И вот есть жизнь, только эта жизнь, жизни вечной нету, только эти рамки бытия. Иисус в жизнь человека произносит призыв. Продай имение свое и следуй за мной. Какую мы бы дали оценку такому призыву? Мы бы сказали, что за безумие? Зачем продавать имение свое, если мне выпал в жизни счастливый билет? Это юноша, скорее всего, ему досталось наследство от родителей. Зачем ему продавать все имение? Он радостный человек, у него есть ресурсы. Какой смысл продавать имение? Если нету жизни вечной, весь этот призыв просто глупость. 1 Петра, 4 глава, 12 стих. Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого, не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Но как вы участвуете в христовых страданиях, радуйтесь, да и в явление славы его возрадуйтесь и восторжествуйте. Значит, Петр говорит следующее. Вы сейчас страдаете, но радуйтесь этому. Как вам такая оценка действительности? Вам сейчас больно? Вас бьют, палками лупят. Радуйтесь этому. Вам не кажется, что тут попахивает психологическим расстройством такое утверждение? Мазохисты, совершенно верно. Писание призывает нас радоваться, если мы переживаем гонения. Если нету жизни вечной, обратите внимание на вторую часть утверждения Петра. Но как вы участвуете в христовых страданиях, радуйтесь, да и в явление славы его, возрадуйтесь, это когда Иисус придет во второй раз. Страдание сейчас здесь обретает смысл только лишь в том случае, и достойно, когда есть смысл радоваться жизни. Только в том случае, если есть жизнь вечная. Если однажды эта жизнь закончена, и начнется новое качество жизни. По сути, это и есть размышление о смерти. Он говорит богатому юноше, размышляя о смерти, то он смыслит, что жизнь однажды закончится. Возьми тот ресурс, который есть у тебя сейчас, пожертвуй им ради больших ценностей, а именно жизни вечной и все, что связано с этим. Но если нету жизни вечной, если человек не размышляет о смерти, он никогда не продаст свое имение. Ну, если говорить об этой притче. Он никогда не будет радоваться страданиям, потому что для него это просто чуждые, непонятный элемент. 1 Коринфянам, 15 глава, 19 стих. Я дам время открыть этот текст. Он очень значимый. 15 глава, 1 послание к Коринфянам, 19 стих. Вся 15 глава посвящена в этой книге вопросу воскресения из мертвых, жизни вечной. В 19 стихе Павел обращается к Коринфянам, говорит такие слова. Если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Вам не кажется, что это утверждение немного странное? Надеемся на Христа в этой жизни. Ну, верно же все, правильно? Нужно на Христа надеяться в этой жизни? Аллилуйя, безусловно. Но он говорит, если мы на Христа только в этой жизни надеемся, то мы несчастнее всех человеков. В чем суть? Коринфяне не верят в воскресение из мертвых. И Павел, он говорит следующее. Вы сейчас следуете за Христом, посвящаете ему свою жизнь, терпите лишения, но в жизнь вечную не верите, так вы, ребята, самые несчастные люди на земле. Вместо того, чтобы отрываться по полной, вы себя сейчас смиряете, что вы имеете на выходе, ничего. Так зачем вы ведете такую вообще жизнь? Если вы не верите, на Христа надеетесь, не надеетесь в жизни вечной, а на самом деле именно осознание, что однажды жизнь-то закончится, начнется жизнь вечная, все расставляет в нашей жизни на свои места, если нет этого ощущения, то христианство, оно вообще бессмысленно. Если верующий человек не размышляет о смерти, все его христианство, оно внутренне пустое, все призывы бессмысленные, основные и ключевые. Вся жизнь вообще имеет не ту направленность. Многие христиане оценивают качество своей христианской жизни по тому, сколько у них чудес в жизни, сколько Божьих благословений и так далее, и так далее. У тебя сколько чудес в жизни произошло? У меня 12. А у тебя сколько? Два всего лишь. Ой, ну, жалко у тебя христианство, дружище. Не повезло тебе? Сколько ты откровений получил в жизни от Господа? Там величайших, на седьмом небе было. Семь штук. А ты искал? У меня вообще не было. О, не повезло тебе. И начинают мериться вот качеством христианской жизни, сколько здесь, в этом мире, у кого что произошло там. Исцеление, освобождение, куча там денег или машины, или там, не знаю, и так далее, и так далее, и тому подобное. Павел говорит, так это вообще не так шкала критерия, ну, оценки. Это вообще не тот, как бы, ну, зацеп, на который стоит равняться. Зацеп, на который стоит равняться, это жизнь вечная, которая однажды наступит. Не в ущерб тому, чтобы сейчас жить, активность, искать Божьих чудес тоже, и радоваться им. Но это все, на самом деле, ну, дополнение, а ни в коем случае никак не основа. Потому что, повторяя слова Иисуса Павла, если мы на Христа только в этой жизни надеемся, в нашей системе оценки существует только вот это, грубо говоря, измерение, жизнь сейчас. Говорит, вы вообще, говорит, не поняли, о чем Христос проповедовал. Только осознание того, что одна же эта жизнь закончится, она длиться вечно не будет. А значит, перед лицом Царства Божьего, в вечных удивительных ценностях, эту жизнь нужно прожить должным образом. Только тогда все христианское послание, приобретает смысл. Я не рассказывал вам о своем самом гениальном богословском утверждении. Не рассказывал вам, братья Иисуса? Нет. О гениальном богословском утверждении. Как вообще звучит фраза? Гениальное богословское утверждение. Ну, какой брат надменный приехал к нам. Ай-яй-яй, гениальное богословие. Вы знаете, каждый человек, который занимается, ну, в целом, богословием профессионально, он мечтает построить свою систему богословия. Это в хорошем смысле этого слова. Чтобы была ключевая идея всей богословской конструкции. Это такие, приоткрываем небольшие тайны в академическом мире. Я занимаюсь, можно сказать, богословием профессионально уже, сколько, с 2004 года. Ну, можно брать, в принципе, с 99-го года, поступил учиться. Но самое гениальное свое богословское утверждение я сделал примерно в 16 лет. В 16-17 лет. Еще до того, как поступил учиться в семинарию. Предыстория этого утверждения следующая. Значит, вообще по жизни своей я очень любил, ну и продолжаю, люблю играть в баскетбол. В школе баскетбол это было все. Просто, просто все. Я посещал все тренировки, которые можно было посещать. И на свой возраст, и на взрослых, там, старшеклассников приходил. Тренер меня выгонял, но за меня заступали старшеклассники, говорили, оставьте его, типа, нормальный парень, с ним можно, можно играть. Все на дискотеке шли, я шел играть в баскетбол на площадку. Ну, можно, у меня вся комната была сплошь обклеена плакатами из Chicago Bulls, Майкла Джордана, Скотти Пиппена и так далее. Все свободное время я тратил на тренировки, это все, чем я жил, даже будучи, уже придя в церковь. Хотя, придя в церковь, я, конечно, спалил все плакаты, потому что видел, что в этом что-то было нездоровое. Вот, это нужно было сделать. Но любовь к баскетболу, как говорится, не оставлял. Представьте себе, насколько нужно быть больным на голову человеком, баскетболом, чтобы в новогоднюю ночь приходить на баскетбольную площадку, чтобы в новом году забить первому мяч в кольцо. поперся на площадку и жду так, 0-0. Я первый, кто забил мяч в 97-м году. В общем, там можно много чего рассказывать, пока достаточно. И вот, заканчивая школу, и стоит вопрос, куда идти дальше учиться? Я уже веру, есть одна проблема, я уже верующий. Два варианта, два варианта. Есть семинария, есть светский университет, там есть кафедра в целом спорта, даже если ты учишься на специальность, ты можешь в студенческой, так сказать, лиге дальше куда-то продвигаться, есть перспектива. И есть семинария, в которой люди играют, не то что в баскетболе, там люди играют только в футбол, когда люди узнают, что я играю в баскетбол, они сказали, удачи тебе, кроме тебя никто тут не играет. Перспективы никакой нет. выбор, что же делать? И вот тогда я сделал самое гениальное свое богостовское утверждение. Оно звучит следующим образом. Я помню, тогда я себе проговорил, в баскетбол я еще в жизни вечной наиграюсь. А сейчас есть смысл пойти в семинарию, ну и посетить свою жизнь в служении. Как вам такое? Гениальное богостовское утверждение. Оно на самом деле, оно на самом деле очень примитивное. То есть оно звучит вообще неэкадемично. Но скажу вам, что это именно то утверждение, я не знаю, как я до него додумался, тут моей заслуги нету, но оно определило всю мою жизнь. Осознавая, что однажды эта жизнь закончится, да, в 17 лет я вот как-то вот, 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 я понимал, что сейчас лучше посвятить свою жизнь чему-то более значимому, потому что в жизни вечная я в баскетбол еще наиграюсь. Сейчас я осознаю, что скорее всего возможно в жизни вечный баскетбол вообще даже не будет как бы темой актуальной. Не столь важно. Но именно размышления о смерти или эсхатологии в этом богословии повлияло на мою жизнь кардинальнейшим образом. Оно расставило все на свои места. В книге Откровения мы встречаем повествование о двух городах. Есть город земной Вавилон, есть город небесный Иерусалим. Вы знаете, в определенной степени они оба представляют собой призму, через которую человек смотрит на этот мир или на свою жизнь. Можно смотреть на свою жизнь через призму земного града Вавилона, и тогда логика жизни сводится к тому, чтобы греби под себя как можно больше. Набивай карманы как можно шире. Ступай по судьбам людей, добивайся. Вообще это все не имеет значения. Главное добиться успеха, побольше собрать ресурсов. Сможешь ты ими воспользоваться всеми, не сможешь, неважно. Главное ешь, наедайся, потому что голод этот ты все равно никогда не сможешь утолить, поэтому больше собирай вокруг себя ресурсов. Есть ментальность или призма небесного града. Смотря на ту же самую жизнь, на все те же самые вещи, но логика жизни сводится к тому, храни верность Христу сейчас, чего бы это тебе не стоило, потому что грядет жизнь вечная, и она расставит все на свои места. Она обнулит все статусы. Те, кто сопричастен к Христу, будут иметь новое качество жизни, те, кто нет, к сожалению, ну как бы, гиена огненная и так далее, и так далее. Два взгляда на жизнь. Говоря простыми словами, человек, который размышляет о смерти, я сейчас говорю о верующем, он смотрит на этот мир через призму небесного Иерусалима. Он дает себе отчет, что эта эпоха, это не все. Человек, который смотрит, да, верующий даже, Иоанн с этим столкнулся, смотрит на жизнь только через призму Вавилона, он, на самом деле, ушел куда-то очень-очень далеко. Как вы уже заметили, на самом деле, богословие, это очень практичная штука, оно определяет нашу жизнь. И в данном случае эсхатология, эсхатологическая ментальность, размышления о смерти, тому не исключение. Они определяют, будут определяют всю нашу жизнь. Смерть, как наш союзник. Звучит не очень, но доверьтесь мне на чуть-чуть. Смерть, как наш союзник. Вы знаете, в Библии есть два высказывания о смерти, или можем найти группу текстов, как два высказывания о смерти. Есть группа текстов, которые повествуют о смерти, как о нашем враге, и Бог преодолел эту проблему, этот враг был побежден благодаря воскресению Христа. Но также Библия насмотрит на смерть, как на горькое лекарство, которое способно человека исцелить. Обо всем по порядку. Вспомним историю грехопадения. Адам и Ева выбирают иной путь, вкушают от запретного плода. Что делает Бог на, как он реагирует на этот их грех? Он лишает их доступа к древу жизни. То есть награждает их смертностью. Значит, как многие христиане смотрят на эту историю? Ах, вы, Адам и Ева, такое совершили, нате вам еще сверху порцию, будьте теперь смертны. Ха-ха-ха. Вот лучше бы не согрешали, тогда не были бы смертны. А так вы теперь согрешили. будьте, пожалуйста, любезны наследовать тление. Наказание, гнев Божий, ну и все же с этим связано. Многие христиане читают историю именно так. Как, скорее всего, ее стоит читать? Человек вкушает от плода познания добра и зла, он становится на путь развращения, он становится, по сути, я так скажу, на путь проклятия. И вот теперь Бог, ну я скажу с человеческими, так сказать, размышлениями, думает, что же теперь сделать, чтобы помочь человеку. Любое действие Бога на поступки человека всегда направлено на то, чтобы ему помочь. Никогда не, ах, вы такие, держите там гирю тяжести какую-то, удары палками и так далее. Даже когда он кого-то в народе губит, это чтобы все остальные это раковая опухоль их не поразила. Ну такая, такая данность. И вот Бог награждает после грехопадения человека смертностью. Вопрос зачем? Да потому что если мы предположили человека, который живет вечно, но идет по пути развращения, вы представляете себе в конечном итоге, даже не то, что в конечном, он вечно живет. До какого состояния он может дойти? Смерть на самом деле это дар человечеству, который не самый приятный, горький на вкус, но он в какой-то степени служит этим знаете отсекателем на том пути, чтобы человек не достиг полной разращенности, когда он уже просто полностью и целиком теряет свой облик как образ Божий. Мы можем думать, смерть это проблема человечества, вау, это ужасное проклятие. На самом деле, если не говорить о преждевременной смерти, а как бы естественном круге жизни, который у нас сейчас есть, смерть это горький дар, горький на вкус дар Божий, который помогает человеку трезвиться. Это отсекатель полной разращенности и это в какой-то степени знаете, как такая шоковая терапия. Ты не всегда будешь жить вечно. Подумай, что эта жизнь собой представляет. И смерть таким образом на самом деле помогает человеку обратить внимание на Бога. Если бы сегодня разращенный мир жил вечно, он никогда бы о Боге не задумывался просто-напросто. Поэтому есть группа текстов, из которых можем вывести, что в этом случае можно посмотреть на смерть как на одну из ее, так сказать, грани, как на наш союзник. Может быть, не самый приятный компаньон, но зато он помогает нам иногда просто прозревать. Почему именно перед лицом смерти человек вдруг осознает, что он жизнь свою прожил напрасно? Строил всю жизнь бизнес, а семье своей забыл. Пока он жил 60 лет или сколько-то, строя бизнес, почему-то эта мысль в голову что он живет напрасно, она ему не приходила. Но почему-то именно перед лицом смертности вдруг он прозревает, как пришел в себя, помните блудный сын. Безумие, 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 вдруг на одном этапе он пришел от себя. Почему перед лицом смерти человек приходит в себя? Начинает давать верную оценку своей жизни. Потому что у смерти есть удивительный такой аспект, она помогает нам исцелиться. Мы начинаем жизнь свою переосмысливать, мы начинаем все расставлять на свои места. Я не знаю почему так, вот такая данность есть. Продолжая, я уже заканчиваю. Значит, смерть помогает нам видеть жизнь в правильном свете. Все остается, можно сказать, на своих местах, но мы по-другому вообще оцениваем события. Мы другие ценности, акценты расставляем и так далее. Я ни в коем случае не призываю к печали, не призываю к апатии. Знаете, кого-то размышления смерти могут привести к депрессии. Ну, знаете, самую даже хорошую вещь можно всегда довести до крайности и ничего хорошего с ней не будет. Возьмите благодать, доведите ее до крайности и будет вседозволенность. Это не повод теперь отказываться от размышлений на смерти. Да, все может быть, но я призываю нас сохранить бодрость духа, просто дать себе отчет, да, это действительно данность нашей жизни, не впадать в депрессию и апатию, ну раз мы все умрем, ну что, сядем и будем ждать? Нет, выстраивать жизнь должным образом, потому что даже наследует, так сказать, смерть, на этом наше бытие не заканчивается, начинается жизнь вечная, удивительная и прекрасная. И перед фоном этой жизни вечной грядущей нужно выстроить нашу жизнь сегодняшнюю уже должным образом, потому что цари земные принесут славу свою в небесный Иерусалим. То, что делает человек здесь, оно имеет смысл и в жизни, и в жизни вечной. Я призываю к активной, сосредоточенной жизни, но сосредоточенной на жемчужинах, а не на пластиковых побрякушках. Размышления смерти могут помочь отделить одно от другого. Псалом 89,12 сказано, научи нас так исчислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое. Вдумайтесь, значение исчислять дни наши, что это значит? Это значит помнить, что однажды мы этот мир покинем. Считайте, говорит, дни свои, они не вечные, однажды закончатся. Другими словами, Псалом говорит, размышляйте о смерти, размышляйте о том, что однажды эта жизнь закончится. Депрессия? Нет. Здравое отношение к жизни? 100%. Чтобы нам не прозреть потом в конце и такие, вау, мы вообще жили не так, как нужно. Лучше сейчас начать размышлять о смерти и выстраивать свою жизнь должным образом. Поэтому размышления о смерти, как я уже сказал в начале, на самом деле является размышлением о жизни. Но мне нужно было так вести условный контраст, чтобы мне так легче был донести мысль. На самом деле нам нужно размышлять о жизни как таковой. Но что нам помогает это сделать, когда мы понимаем, что есть границы. Есть границы. У меня есть дети и один из них сын Самуил, ему 4 года. Знаете, он сейчас в таком возрасте, когда ему всегда постоянно что-то надо. Вот ты садишься пить чай, ему что-то надо. Ты достаешь это замечательное пирожное, которое сберег для себя насладиться. Ему тоже его надо. Постоянно что-то надо. И знаете, внутри поднимается часто такое отношение, да отстань ты от меня. Ну отстань ты от меня. Но где-то там дальним разумом я осознаю, что однажды он так отстанет, поздравслев, отучившись, создаст свою семью, куда-то уедет, что я потом ему буду звонить и просить, сыночек, дорогой, пожалуйста, ну приди и проведи с папкой время. Одна же настанет такой период, когда все изменится. Не всегда так будет. Это и есть разрушение смерти, которое помогает нести поправки к жизни, к жизни здесь и сейчас. Я знаю, что наступит такой период, я прошу прощения, что об этом говорю, но когда мои родители меня покинут, они не всегда будут со мной. Кто-то думает, что родители вечные. А, успею позвонить, а успею приехать, а успею позаботиться. О, сколько разбитых примеров, когда человек стоит у разбитого корыта, говорит, я не успел. Он думал, что такое положение вещей будет постоянно. Оценку, которая бы дала нам Библия, в таком случае, глупец. Ты, ты красавчик, конечно, ты там строил планы великий, ты везде пытался успеть, на самом деле ты глупец, но не успел самое главное. Ты находился в людях, думал, что жизнь в таком ракурсе будет продолжаться постоянно. Нет. Размышления смерти, горькое лекарство, оно не способно обратить наше внимание на жизнь и видеть ее в нужном ракурсе. Как вы знаете, я преподаватель, я препод, поэтому вам домашнее задание. Первое домашнее задание. раз в год, можно два раза в год, но не чаще желательно, или один раз в год, не реже, посещать кладбище. Есть у вас кладбище, которое вы знаете недалеко? Есть? Хотя бы раз в год посещайте кладбище. Ничто так не отрезляет, ни один проповедник. Мы сейчас уйдем отсюда, мы будем напевать песни, мы не будем напевать проповедь, мы ее быстро забудем. Но образ кладбища всегда помогает хорошо трезвиться, мы отдаем себе отчет. Жизнь временна, нужно расставлять ценности должным образом. Я не рекомендую всей церковью сразу ходить на кладбище, ладно? Чтобы нас потом не обвинили в чем-то. И пожалуйста, ну все-таки примерно не чаще два раза в году, а то это будет уже что-то навязчивое. Я не смерть воспеваю, я воспеваю жизнь, Богом данную нам жизнь, но к которой мы часто относимся неверно. А горькая лекарца смерть может нас в этом плане исцелить. Второе домашнее задание это смотреть на свою жизнь ретроспективно. Что это значит? Это с точки зрения, ну вот то, как говорит, там будущего или прошлого. То есть, представим себя уже сейчас. Вот мы лежим на смертном одре. не знаю, через сколько там лет, 30-40. И вот, если мы вот там вот и посмотрели на жизнь свою вот сейчас, какую бы мы дали ей оценку? Дать оценку или судить о своей жизни, исходя из этих рамок настоящего, невозможно. Дать верную оценку невозможно. Только со стороны это можно сделать. И тут Бог дал нам великий дар воображения. Представим себя, что жизнь наша подошла к концу. Какую мы дали бы оценку нашему образу жизни, стилю жизни сейчас? Сказали бы, молодец, продолжай в том же духе, отлично. Сказали бы, дружище, ты свернулся куда-то вообще не в ту сторону. Тоже неплохо. Осознание проблем это уже, уже, уже кое-что. Размышляя о смерти, что однажды жизнь закончится, мы можем эту жизнь жить должным образом. В правильном свете. Поэтому пусть Бог нас благословит. Помнить о том, что перед нами открывается на самом деле удивительная жизнь вечная, потрясающая жизнь вечная. Этими рамками бытия все не заканчивается ни в коем случае. Мы надеемся на Христа в этой жизни, но больше мы надеемся на Христа в жизни грядущей. Это наше ключевое обетование. Человека может здесь много чего не получиться, это не трагедия, потому что главное обетование наше там. Не так просто это хранить своей жизнью, нужно себе в этом периодически направлять, но все возможно. Все возможно. Поэтому пусть размышления смерти превратятся на самом деле в размышления о подлинной жизни. спасибо за внимание. Спасибо за внимание.